Всем привет из солнечной Аризоны! Сегодня 8 апреля. Кратко о новостях из Соединенных Штатах Америки, о том, что происходит с коронавирусом, как он шагает по этой огромной стране, что плохого и что хорошего на сегодняшний день. Так вот, вчера вечером Трамп заявил, первое, что когда он вышел на встречу с медиа, он заявил, что он обвиняет Всемирную Организацию Здоровья в том, что они вовремя не объявили о том, что в Китае возникло распространение коронавируса, что это очень опасно, и что все остальные страны должны были тогда еще раньше закрыть все границы с Китаем и прекратить все передвижения. И люди, которые сейчас в таком большом количестве умирают, страдают от этого вируса, бы не заразились и не было бы того, что происходит, то есть не случилась бы эпидемия. И он говорит, что после того, как все закончится, мы будем рассматривать, будем ли мы вообще спонсировать эту организацию в будущем. Вообще я хочу сказать, что президент Трамп, он каждый день на связи, он каждый день на телевидении, все американцы видят его, слышат его мнение, то есть он как бы поддерживает народ в трудную минуту. Но в трудную минуту президент Америки находится рядом со своим народом. Теперь, вчера же Трампу был задан вопрос, почему черное население Америки подвержено заражению этим гриппом почти что в 4 раза больше, чем остальное население. На что Трамп сказал, что будет в этом разбираться, что почему, да, на самом деле этого так не должно быть. Сегодня утром я увидела информацию, то есть ответ на вопрос журналистов, что потому что среди черного населения очень много таких заболеваний, как диабет, у них очень многих превышение веса, то есть люди, людей очень много полных, нездоровых. Иммунная система, поэтому не очень сильная и не может бороться натуральным путем с попавшим вирусом гриппа в их организм. Поэтому, значит, черное население подвержено больше заболеваниям. Еще что, вчера он на брифинге, то есть президент Трамп вчера объявил, что он будет просить Сенат, чтобы выделили дополнительно второй стимулус, второй стимул, поддержку для малых и средних бизнесов. То есть, как бы, вот такие хорошие новости. Что еще нового происходит в американской жизни сейчас? Некоторые промышленные предприятия, которые раньше выпускали парфюм, которые выпускали просто какие-то футболки, одежду какую-то, то есть apparels, те производства, которые занимались производством машин, сейчас перепрофилируются, и очень огромное количество сейчас выпускается масок, перчаток, выпускается большое количество тестов, выпускается большое количество вот этих ventilation машин, которые помогают для подачи кислорода и вентиляции легких. Вот поэтому сейчас, сегодня уже объявили, даже уже вчера вечером стали говорить, что в Нью-Йорке, в Калифорнии, там, где самое огромное, самое большее число заболевших и, к сожалению, умерших от коронавируса, сейчас это как бы установилось на одном уровне, то есть большее, такое огромное количество, как каждый день все это было, уже снижается количество заболевших в день, но хотя смертность еще продолжается, потому что люди тяжело заболели еще до того, как американское здравоохранение утвердило принятие вот этих антималярийных, антивирусных препаратов в сочетании с антибиотиками. Значит, но сейчас все равно уже кейсы сокращаются и в скором будущем, хотя, конечно, каждый день и несколько раз в день люди спрашивают, ну, когда это все закончится, ну, когда уже наступит спад, и некоторые, значит, СМИ говорят, что, ну, вот видите, там, например, вот этот Эндрю Фаучи, главный, значит, медицинский, как супервайзер по коронавирусу, он говорит, что еще это будет долго продолжаться, то другие врачи говорят, что все это, это нельзя вообще предугадать, нужно смотреть, во-первых, по каждому штату отделя, потому что все штаты пострадали по-разному, и где-то в каких-то штатах это будет происходить быстрее, то есть люди уже смогут выходить и работать быстрее, чем в каких-то, по сравнению с теми штатами, которые до сих пор еще испытывают толк, как говорится, то есть еще до сих пор большое количество зараженных, в принципе. Я вчера и сегодня уже выходила на улицу, гуляла, и вам сейчас тоже покажу, что все-таки пустынные улицы, непривычно тихо, тихо на улице, но вот только птицы, конечно, радуются, что только птицы очень громко поют, они радуются, что им никто не мешает. Вчера уже в одном месте обычно видишь зайчиков, которые то там, то там бегают по одному, но там по два, сейчас уже видно, там, они группами собираются по пять, по шесть человек, человек, что они группами? Собираются по пять, по шесть штук, и то есть у них происходит гадеринг, они, вечеринки у них, наверное, какие-то происходят. Все теннисные корты закрыты на замок, все детские площадки обнесены желтой лентой, то есть нельзя идти детям и проводить время, общаясь с другими детьми на детских площадках. Баскетбольные площадки в парках все обнесены желтой, значит, обнесены желтой лентой. Но некоторые люди собираются по несколько человек, потому что говорят же, что больше десяти не собираться, собираются в парках и занимаются спортом, кто по одному, кто там в компании с несколькими, со своими знакомыми, друзьями собираются, занимаются пожилые люди, ходят в парки, бегают. Ну, в общем, жизнь каким-то образом тихим ходом идет, люди не отчаиваются, люди стараются выходить на улицы. Очень мне понравилась такая фраза, которую произнес Трамп вчера или позавчера, что, может быть, американцы смогут начать опять свою привычную жизнь, смогут выйти на работу даже раньше, чем они сами себе то представляют. А это как бы такая хорошая реплика была. Маркет тихо-тихо начинает снова подниматься, ценные бумаги начинают расти в цене. Это тоже хороший признак, но какой-то один день они падают, но все-таки тенденция к тому, что маркет начинает оздоравливаться. Ну, почему все говорят о маркете в Америке? Да потому что почти, ну, я не знаю, сколько процентов, но почти все американцы имеют ценные бумаги, то есть вкладывают свои деньги в акции, то есть такс, бонс, акции, в стаки, то есть они крутят свои деньги, начиная уже с молодого возраста, таким образом, когда они подходят, когда время выходить на пенсию, у каждого из них, кто удачно вложил свои деньги в маркет, имеется приличная сумма, кроме пенсий, которые они будут зарабатывать, жить безбедно, доживать в нормальных условиях, путешествовать, то есть и не быть зависимыми от своих детей. Вот поэтому все говорят о маркете, о здоровье маркета. То есть финансы в Америке – это самое главное для американцев. И если финансовые рынки будут идти, как говорится, вверх, то и жизнь любого американца среднего класса, ниже среднего класса, тоже, соответственно, будет более благополучной. Для аптечных работников, то, что касается меняемой профессии, то люди, которые работают в неделю более 10 часов и выше, то есть на полставки до 30 часов, им будет выделяться в апреле разовая помощь, это называется, они назвали это бонус в размере 150 долларов. Те, кто работает на полную ставку, получат 300 долларов, ну а менеджерский состав будет получать по 500 долларов за апрель. То есть мы ожидаем, все американцы ожидают то, что каждому уже это говермент утвердил, что каждому взрослому выдадут в апреле 1200 долларов и на ребенка 500 долларов, что кроме этого, значит, население получит еще дополнительные выплаты, вот в связи с тем, что если примут, а они его хотят принять до 20 апреля, вот эту вторую поддержку денежную, если они ее примут, значит, мы получим еще денежную поддержку. Конечно, нам всем хочется, чтобы это ужасное время поскорее закончилось, и чтобы мы вспоминали это как о страшном сне, чтобы люди могли спокойно общаться, чтобы дети могли играть друг с другом, чтобы снова был слышен звонкий смех детей на улицах, не только прекрасные звуки пения птиц, но и прекрасные счастливые звуки, которые издают наши дети. Но у меня такое мнение, это личное мое мнение, что коронавирус все-таки, эта пандемия, которая случилась, принесла не только много отрицательного и будет, конечно, еще долго в наших воспоминаниях, но есть и положительные стороны. Ну, во-первых, вот для меня, как человека, который был воспитан, даже не потому, что я медик. Нас так воспитывали раньше, что нужно постоянно мыть руки, что нужно переодеваться, что нужно снимать обувь, когда ты домой приходишь. Вот в Америке первое, когда я приземлилась в Чикаго из Москвы, мы прилетели первый раз в Америку, еще в 1996-м первый раз, это было просто визит, посещение, а потом уже я переехала в 2001-м на постоянное место пребывания в Америку. Первое, что мне бросилось в глаза в аэропорту Чикаго, что не только взрослые люди сидят на полу, но и дети сидят на полу, они там ползают, эти руки, грязные руки, они берут в рот, матеря могут сидеть на полу и кормить своих грудных детей грудным молоком тут же. Вот это бросилось мне сразу в глаза, что а где же это соблюдение санитарной гигиены? Это же вообще невозможно даже представить, чтобы у нас такое было в то время, в начале 2000-х, в конце 90-х. Для меня это было шоком. То есть американцы запросто могут в то время, тоже для меня был шок, что приходят домой. Но это, конечно, не во всех семьях. Это зависит тоже от того, в какой среде американцы выросли и к чему они привыкли. Но основная масса приходит домой, могут не разуться, сесть на диван и тут же ноги на диван положить. или не моют руки, когда приходят домой, могут не переодеваться сразу. То есть переоденутся уже после того, как им, то есть перед тем, как им уже, в принципе, идти спать. Так вот сейчас с коронавирусом все-таки приучили население мыть руки, снимать обувь, когда приходишь домой, чтобы не распространять, не переносить на свои обуви, на свои одежды, снимать одежду, чтобы не переносить этот вирус, чтобы не заносить его на кухню и, значит, с едой затем употреблять этот вирус. Короче говоря, заставили американцев вспомнить, может быть, давно хорошо забытое или вообще приучить к тому, что нужно и это очень важно для жизни соблюдать самогигиену. Вот это, мне кажется, это очень хорошо. Ну и еще такие хорошие моменты, например, на примере моей семьи, моей старшей дочери и ее семьи. У них трое детей с мужем. Они ходили в очень дорогой спортклуб. Каждый месяц они платили за семью почти 200 долларов. То теперь они закупили спортивное оборудование, занимаются дома, включают на большом экране телевизора какую-то программу спортивную и занимаются все, и дети, и взрослые. И муж моей дочери даже сказал, что он стал замечать, что у него мышцы растут даже быстрее и больше от того, что он дома занимается с различными весами, с гантелями и так далее. Больше, чем от тех спортивных снарядов, снарядов, которые он использует в дорогостоящем спортклубе. Я считаю, что это на самом деле так, потому что все эти спортивные снаряды в спортклубах, они, конечно, очень подогнаны под то, чтобы тебе было удобно, комфортно качать свои мышцы, сидя там или еще как-то. То здесь ты уже берешь весы очень тяжелые и самостоятельно поднимаешь, качаешь, и мышцы реагируют быстрее и становятся, увеличиваются в объеме тоже быстрее. Это на самом деле правда. И теперь мои дети говорят, что может быть, когда коронавирус пройдет, когда мы его победим, скорее всего, мы уже не будем такой дорогой мембершип, то есть мембершип. Мембершип не будем такой больше дорогой покупать, а будем так и продолжать заниматься дома. Они мне постоянно высылают видео, какой они фан, как это весело они занимаются все вместе. И малыши там тоже участвуют, стараются эти какие-то гири поднимать, стараются какие-то резинки растягивать. То есть это большой фан, семейный фан, когда все занимаются спортом вместе. Это на самом деле чудесно. Вот стоит ли выбрасывать такие деньги каждый месяц, когда они должны идти, взрослые, туда. Там детей каких-то маленьких, которые не могут дома оставить, их нужно тоже туда везти, оставлять их в так называемом детском садике. Тоже неизвестно, какая там чистота, а там как не может быть, так чисто как дома. То есть дети оторваны вот в это время от родителей. Ну а здесь занимаются все вместе, прекрасно, все получают удовольствие, и взрослые, и дети. Всем желаю найти положительные стороны в том, что сейчас мы находимся дома. Всем желаю доброго здоровья, всем желаю не забывать наши старые добрые традиции, мыть руки, когда приходишь домой, снимать обувь, переодеваться, то есть быть вооруженным против любого вируса и бактерий, которые хотят подорвать наше здоровье и испортить нам, хоть и на короткое время, но все равно нашу счастливую жизнь. А сейчас я с вами прощаюсь. До новых встреч! Всех обнимаю из солнечной Аризоны!